всем привет вы на канале папа мама мы из простой семьи и снова тут наша грануляторная так называемая сегодня будет небольшой обзорчик нашего охладителя как он из чего состоит что здесь есть и как это все сделано наш гранулятор вот в таком видео вот так вот у нас сейчас есть коржик какой вот этот наш новый двигатель на нем хорошенький работает все четенько так чего начинается наша наша охладитель но это двигатель приводит его в движении скиф проточены маленечко видите да некоторые зубе сточены ну или как направляешься для чего сейчас я покажу двигатель прикручен на саморезы вот так вот вырезана деревяшка зафиксирован саморезами здесь это двигатель 14000 оборотов соответственно к нему нужен вот такой вот реостат регулятор оборотов деревяшка прикручена на саморезы подвешена бутылка с водой для утяжеления это своего рода такой натяжитель ремня будем так говорить да вот сделаны колесики колесики желательно там внутри маслицем помазать еще лучше если есть возможность поставить подшипники вот такая обыкновенная лавочка к ней прикручены брусочки сделаны колесики бочка ложится сюда свободным падением установлен автомобильный вентилятор короче прикрутил крыши палку и палку клавочки другой конец поставил автомобильный вентилятор как я его запитал питание происходит вот от такого блока питания 12 вольт вот шильдик его посмотрите 150 ватт 12 вольт он с регулятором оборотов почему желательно такой брать объясняю потому что иначе гранула будут сдувать в обратном направлении дует так что выдувает аж гранул поэтому нужно брать с регулятором оборотов мне он достался такой с регулятор оборотов поэтому я испробовал классно регулируешь обороты падают и продувает четко вообще классно вот это у нас получается что по поводу вентилятора как у нас сделана сама бочка вот эта вот бочка сейчас я вам покажу с этой стороны вырезана вот так вот вот видно на ну чтобы как бы грани были в бочке ничего нету то есть бочка у нас без лопастей без всякой премудрости ну можно было сделать конечно лопасти было бы наверно лучше но пока на данном этапе ничего не сделано вот но будут лопасти скорее всего лопасти будут делаться как все это будет дальше показано так далее что у нас лопасти буду делать а почему лопасти будут делать чтобы остужалась лучше задержка была вот сварена две бочки между собой видите дал на прихватках сюда ничего не просыпается они плотно между собой садятся вырезал я их с помощью болгарки болгарочка сейчас покажу вот получается брал бочку и болгарка видно нет свечу вот так вот вот здесь вот прорезал аккуратненько вот так вот прорезаешь и эта крышка вовнутрь падает и разворачиваешь вытаскиваешь это с той стороны а с этой стороны ну по кругу просто отчертил и болгарочка аккуратно тоже вырезал потом напильником обработал далее как сварить чтобы было соосность на вроде бы ну чтобы было ровненько просто берем две доски длинные двухметровые доски или там два уголка или две профильные трубы ровные ложим их на ровное место примерно на расстоянии грубо говоря 15-20 сантиметров и ставим на них бочки они получаются в поставить ставятся и соосность получается четко но уголки или там чего вы будете ложить что вы будете ложить должны быть параллельно тогда бочки ложатся прихватываем сначала слегка в трех местах а потом прихватки делаем по кругу если начнете сразу грубо говоря в двух местах где-то там приваривать или проваривать начать ее просто поведет она не будет ровно поэтому прихватки сначала маленькие а потом уже побольше обвалили прихватили посередине вот далее с той стороны у меня получается я уже показал да с той стороны насквозь вырезано то есть вот такого бортика с той стороны нету вот и поэтому она у нас бочка вот там это высыпается оттуда получается в конце сделана вот такая вот сеточка вот тут отверстие где-то троечка наверное примерно для чего чтобы просыпался вот это вот он видите на ведерко там мусор но все равно его продувает сюда часть но не мусор точнее а мелкая то что посыпается это вот все что грубо говоря килограмм я не знаю ну 400 наверное сделано и вот вот что просыпалась до сюда и вот здесь вот что просыпалась то есть гранулятор в мелочи почти что не выдает пыли практически нету вот корм весь плотный хороший так но сейчас я поставлю бочку а кстати для чего проточены вот эти вот это вот под ремень ремень видите да он если от заводские от машинки ну эти проточки то они не подходят приходится вот убирать чтобы вот эти два зуба легли и вот эти два зуба на ну как было понятно непонятно надеюсь объясняю чтобы она вот так вот вот так вот вставала вот объясняю колхозным языком потому что сам далеко не с техническим даже образованием поэтому как знаю так объясняю вот ремень где взять ремень примените заезжайте на разборку это chevrolet niva ремень как раз хватает вокруг бочки обнять его вам дадут бесплатно вот я заехал на на разборку в автосервис говорю ребят у вас от него случайно ремня нет генератора ремень генератора ну поставить они грида есть без проблем игру сколько должен ты забирай барахла этого хватает вот пожалуйста барахло вот теперь сейчас поставлю бочку зацеплю и включу как это все будет выглядеть пока на паузу поставлю а может быть сейчас попробую за спас нет не получится на сейчас поставлю на паузу соберу и поставить включу еще раз покажу ну вот я поставил бочку на место вот так вот она стоит получается вот это ребро жесткости она не дает грубо говоря бочки скатиться ну и здесь тоже в маленьком ребрышки она катается вот вот этот ремешок сейчас его накину туда обойду сзади здесь вот так одной рукой неудобно секундочку ну вот вот так вот это выглядит примерно на вот он висит видите в подвешенном состоянии и тянет ремень сюда и сейчас запущу покажу куда вращается как вращается эта вся система включаем вот запустили вращается вращается в эту сторону на почему если сделать вращение в другую сторону на двигатель получается он будет тянуть бочонок на двигатель и он может соскочить соответственно поэтому в противоположную двигать сторону от двигателя вращаться но если у вас будет двигатель с этой стороны значит крутить должен туда ну и соответственно вот такие вот обороты обороты маленько буду уменьшать со временем и делать перегородки чтобы подольше проходила смесь дольше остывала почему так будет делаться чтобы сейчас на зиму хватает успевает он остывать а летом наверное остывать не будет успевать поэтому надо будет убавлять обороты но упорота убавляешь он начинает останавливаться двигатель не справляется видать только хватает поэтому буду чуть-чуть модернизировать но как это все будет выглядеть тоже я все покажу если когда модернизация пройдет ну пока мисс вот так вот это все выглядит сейчас включу вот вода под включается вентилятор тоже вот включу вентилятор будет ну как то так вот сюда он задувает хорошо и все это охлаждает вот вот такая вот система если вам понравился мой охладитель сделан топорно конечно да я не спорю ну со своей функции справляется вложение по минималке единственно что купил колесики и вот этот регулятор за 400 рублей я купил по на алиэкспресс его ну колесики тоже это в районе 100 рублей одно колесико 400 рублей 800 рублей весь охладитель не обошелся остальное все досталось будем так сказать на халяву это от старой машины разбитой вентилятор блок питания на него тоже достался я не помню где-то там разбирали какое-то строение валялся я нашел вот ну короче как то так вот если вам понравился обзорчик если он был вам полезен ставьте пальчик вверх пишите комментарии чтобы вы улучшили ну не надо писать такого что под него надо стационарную станину подшипники и тому подобное я все прекрасно знаю что это можно сделать это нужно но это все стоит денег даже если ехать на металлоприемку покупать там где-то что-то бы уж на она тот же железный каркас или еще что-то наподобие то это все все равно стоит денег стоит денег и пока так лавочка она у меня было ничего не стоит брусочки тоже были соответственно все сэкономлено делаем все по-простому главное чтобы работал ну а мы с вами прощаемся вы были на канале папа мама мы из просто семьи ставьте пальчик вверх подписывайтесь еще расскажу кто не подписан и до новых встреч